Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Это Ксения Шамова, программа «Да. Деловая аннотация», где я рассказываю о бизнес-литературе, на которую больше всего обратила внимание и смогла применить полученную информацию на практике. Моя деятельность связана с организацией деловых мероприятий. Кроме саморазвития, всегда ищешь, кто в этой отрасли обучает «Из жажды получения новых знаний я оказалась в Санкт-Петербурге на форуме об организации и продвижении событий «Солдаут», где и познакомилась с авторами книги Натальи Франкель и Дмитрия Румянцева. «Ивент-маркетинг. Всё об организации и продвижении событий. Рекомендованный возраст 16+.» Книга чётко рассказывает, что нужно делать до, во время и после организации и продвижения открытых событий, таких как деловые мероприятия, развлекательные фестивали, выставки, концерты. Именно на примерах этих видов событий построен весь текст книги. Но зная основу, вы можете масштабировать и на другие виды ивентов. Так, чтобы наш рассказ был максимально полезным, подумайте о ближайшем собственном событии. Например, полезный корпоратив, который решает HR задачи, или создание клиентского дня. Первое. Это определиться с видом иммунитизации, или простым языком, кто за это будет платить. Второе. Это подготовка мероприятия. Авторы книги, этот блок, сразу начали с ошибок, которые возникают на первом этапе. Так как многое кажется неочевидным, пока не столкнёшься с деталями. Главное, с какой командой вы это будете делать, чтобы за неделю до события у вас не возникло ощущение, что профокапили и всё. Кто будет у вас выступать на сцене? Кто даст вашему ивенту важную и полезную информацию, составляющую? На кого люди придут? В книге предложено 4 варианта, как выбрать нужного спикера. Если у вас будут партнёры на мероприятии, подготовьте заранее варианты взаимодействия с аудиторией. На этом событии и стоимость партнёрского пакета. Давайте без иллюзий. Фотограф и видеооператор нужен на любом мероприятии. Даже бесплатным или бюджетным, или самым маленьким. Как минимум, потому что потом это всё рассказывает о вашем событии, аудитории и организаторе. Выбирая место проведения, оцените вместимость зала и сколько гостей планируется. Проверьте техническое оснащение событий, микрофоны и другое звуковое оборудование. Третье. Продвижение событий. Этому блоку в книге уделяется больше всего страниц. Любое продвижение нужно начинать с самого главного. Понимание того, кто должен посетить события и зачем. Выбирать максимально персонализированные, а главное – измеримые каналы продвижения. Четвёртое. Проведение событий. Вот некоторые рекомендации. Чётко соблюдайте тайминг, проявляйте заботу об участниках. Соберите заранее волшебную сумочку Гермионы Грейнджер. В ней базовый оргнабор. Заранее продумайте, как будете проводить регистрацию, встречу и сопровождение гостей. Как будет организован кофебрейк и питание на мероприятии. Пятое. После события. Мероприятие для гостей закончилось, но у организатора ещё много действий. Собрать отзывы, раздать участникам вещи, которые оставляют. Поблагодарить партнёров, спикеров, команду. И проанализировать ошибки и получить обратную связь. Сегодня мы познакомились с книгой Натальи Франкель и Дмитрия Румянцева. Ивент-маркетинг. Всё об организации и продвижении событий. А у меня для вас подарок. Напишите мне, Ксении Шамовой, в личном сообщении ВКонтакте. Хочу чек-лист по организации мероприятий малобюджетным способом. Я вам его отправлю. Да будет с вами Sold Out. Да. Деловая аннотация.